всем привет друзья и хорошего вам настроения продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так награду мы с тобой забрали также здесь за открытую колоду так серии испытаний пойдем быстренько пробежим раз-два так ваньку будем брать нет возьму шредера усаги и бакс растопана вот такой командой мне больше всего нравится проходить вот эти вот события так на что кирби я смотрю тут у нас на заглавного типа крыса начала переса вопрос вот меня очень интересует сильно вопрос вот эти ахламоны 80 уровня на каком основании они могут ходить первыми а вот скажи мне пожалуйста вот мне надо было для чистоты экспериментов сюда взять микеланджело и если бы эти ахламоны еще и майки переплюнули то это просто читерство на самом деле какие-то 80 уровня переплевают сотых моих совсем образели так постепенка на троих только легла до получается давай их разу всех шлепнем с вертушки давай усаги родной бомби все так ну что серию испытаний прошли теперь мы переходим на нашего макмана и начинаем на него искать а что мы там ищем я уже забыл что-то мы там долго так ищем и никак не можем найти ну да потом надо будет еще поднять уровень персонажа ну как переходим макмана ты где-то здесь я знаю недалеко у нас сидишь вот он мы никак не можем прокачать ему ну да 4 3d очки нам нужно 4 штуки поехали да вот именно с ними какая-то проблема я прям не знаю не хотят они давать все а нам 4 штуки нужно давай попробуем здесь ну вот вот тебе итог одни одни получили вторые третий да ладно игра в ударе сегодня опять учебники все прокачиваем ребята до мутагена не хватает ладно мутагена не хватает чего не делать сколько нам еще нужно здесь один раз ну если не хватает мутагена давай тогда мы еще найдем ну какую-то например деталь ну для вот этого что тут не хватает одного пульта все то есть у нас и яростное нападение и мусорный вихрь можно будет прокачать сразу же так и поднять он но уровень персонажа сейчас поднимать не будем потому что мутагена и так нету вот по событиям турнирка мне скинули лига самураев три звезды это ребят стандарт это вот прямо знаешь золотая середина всего это на постой вот в данный момент у меня столько времени нет вру вчера я начал в 6 часов до сегодня вот сейчас данный момент у меня 10 часов вечера то есть как ни крути в лигу самураев все равно тебе сбросит если конечно сразу же по откату прям не пойдешь не будешь играть ну что же как сбросили так мы с тобой быстренько и поднимемся сейчас поднимемся немножко полегии потом пойдем на события я не знаю какой мы будем из них проходить но на в принципе любое наша основная цель сейчас это зарабатывать жетоны конечно лучше зарабатывать жетоны когда-то муж кого-то фармить но в нашем случае что мы с тобой будем проходить события так майки хорош мы будем с тобой заодно и жетоны зарабатывать но правда чем дальше мы пройдем на первом до 1 2 3 4 5 там идет где-то от 10 до 30 а уже на последних дается от 40 до 50 жетонов естественно нам чем больше тем лучше так ну что я так понимаю в лигу сегонов мы сейчас с тобой быстренько обратно вернемся так давай ко мне 15 19 вот было 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 и есть 48 как я смотрю и 50 у них уровня 1 2 3 4 опять же я не рискую ребята драться на равных я думаю не надо уже объяснять сто раз говорил почему и разница в 10 уровней к чему она приводит так что лучше вот так вот ванька всех как говорится перестраховывает соответственно мы с тобой здесь идеально проходим никого не теряя получает те самые кубки кто-то мне говорил возьми два персонажа и ты будешь получать то же самое количество кубков нет не то же самое это мы уже тоже проверяли даже одного персонажа в команду не добери но например пойдешь не в пятером например а в четвером ты уже получим меньше осколков меньше кубков соответственно если у тебя меньше кубков ты медленно будешь продвигаться так что здесь друзья мы не работает эта штука что вот возьми два персонажа и ты будешь продвигаться с такой же а прытью как и со всей команды нет не будешь продвигаться с такой же прытью ты будешь тупо стоять на месте просто да ты можешь рубить всю ком я могу взять одного шредера на и бомбить я буду продвигаться всего по одной две ступеньки это в лучшем случае несмотря на то что я всех смогу здесь уничтожить здесь идет умножение не от вражеских потерь а от вражеских потерь помноженные на моих персонажей то есть если они например там и в пятером да то вот смотри лишь питеру пятеро на умножение видишь на 5 это на всех идет на 5 плюс x2 а теперь представь если бы у меня был бы здесь один персонаж что соответственно он получил бы всего бонус выживания x5 и бонус за победу до 7 7 очков так что ребят тут как бы лучше идти фул командой если у тебя слабенькая ты возьми самого крепкого которого тебе есть вообще в команде персонажа самого крепкого и к нему присоедини например там ну если у тебя прям вообще слабачки то берешь в команду двух вот так вот потенциально сильных игроков и к нему представляешь трех если у тебя среднего такого звена бойцы то ты можешь взять пятерых например там если враг десятого уровня у тебя сорок пятого бойца то бери всех пятерых сорок пятого уровня и возможно ребят я не утверждаю что сто процентов возможно ты сможешь пройти опять же все зависит то у тебя в команде какой у тебя хилл какой у тебя танк какой у тебя массовик но я имею ввиду кто массовой атаки наносит это все надо включать какая инициатива потому что у тебя может быть много до массовиков а пока он сходит твою команду могут разобрать мы с тобой делали такой разбор это тот же самый железноголовый это тот же самый ванька не прокачанный подчеркнул когда он не получил сотового уровня это тот же самый нейтрализатор вот есть и карайка да у нее офигенная инициатива но у нее слабый уровень она также ничего сделать к сожалению не сможет вроде бы и персонаж неплохой и дамажит не кисло но так как она не прокачанная да результат от нее не жди и потом не обвиняй там ее или еще кого-нибудь своих как говорится прорываешь всегда прокачай потом используй то есть если я меду хочешь именно одного персонажа вот как-то меня я ведь больше чем веришь у тебя не получится изначально собрать тупую команду посмотри мои первые самые вот выпуски по этой игре потому что ничего ровным счетом абсолютно ничего не поменялось в этой игре несмотря на то что мы играем ее уже три года абсолютно ничего не поменялось вот единство что поменялось раньше у нас вот здесь вот были иконки то есть лица фотографии все было сейчас это все поменяли а значит на что мне это напоминает когда мы играли в angry birds epic да там тоже так же все было тоже ты видел с кем ты играешь с персонажами пускай даже это были боты но компьютер подбирал их как бы из базы на а потом перестала работать арена то есть она как ушла на этот как тебе сита ну типа на улучшение там проверку и все она таким образом зависла там практически до самого сегодняшнего дня она также и зависает как мне объяснили ребята цикл цикл игровой который ставится например да сколько там циклов ну предположим 1000 недель дается на игру вот и запускает в этом режиме и как только заканчиваются тысячи вот этих самых циклов все игра грубо говоря прекращает существовать на просторах например того же самого google play потому многие ребята пишут где там такая-то игра и да что уж там говорить я тоже в свое время некоторые игры которые у меня были они как бы сохраняются в библиотеке google play понимаешь библиотеки вот и когда ты заходишь и хочешь ее например восстановить обратно ту самую игру да которая например была там лет 78 назад ее пишут такой игры типа не существует или поддержка игры больше ну типа не поддерживается разработчиками круче и все ее больше как бы нету это вот игры миксели помните такая была игра в свое время которым многим зашла многим нравилось я в нее играл но потом ее все перестали поддерживать а нам тело то же самое касается и angry birds epic и и вообще очень много игр почему я всегда и говорил что обидно то что хорошие замечательные крутые игры с рисовкой с какой-то не знаю там веселухой быстро исчезают с рынка вот с игровой индустрии а какой-то фуфло ежедневное ребят извините за выражение она живет и пахнет особенно вот эти вот донатские игры они как они вот вымораживают я не знаю может быть кто-то из вас просто вдохновлен тем ну знаешь обычно это для вот донат это вообще что тогда надо если у тебя нету времени или ты хочешь быстро раскачаться или как-то хочешь взять преимущество над своими например соклановцами да предположим были на своей группой или вообще хочешь выделиться из общей массы игроков и сделаться топовым но я вот как практика показывает все-таки те ребята которые играют своими руками и без донатов и своими головами они даже умудряются делать выигрывать тех самых донатеров и вот прикинь каково тебе бина да ты вложил там 40 50 тысяч в игру но это это грубо говорю а тебя какой-то рукастый парень просто который шарит просто тебя делает в этой игре и ты спрашиваешь на фига я вложил туда эти деньги вот вот об этом говорю а еще есть такой факт что рано или поздно ты можешь прекратить играть эту игру не меньше ну просто она надоело или ты и прошел ну и куда ты денешь аккаунт куда продать ты его не продашь он никому нафиг не нужен понимаешь буду тебя пылиться просто-напросто вот и все ребята как бы поэтому тут и когда ты не вкладываешь деньги и ты перестаешь играть тут никакой беды нету единственное что жалко будет времени потрачено на нее и все но не финансов которые ты не вливаешь вот и все а те кто хочет очень быстренько то я бы посоветовал ну скачай ты себе взломку фиг с ним скачай ты взломку поиграй ты насладись в нее по уши и все можешь считать себя там супер спецом по этой игре да так как ты на взломке у тебя там все есть и ты все увидел чего хочешь там придумать себе но по крайней мере денег ты вкладывать туда не будешь и не так будет обидно понимаешь а потом когда еще эти ребята сидят да и втираю тебе а вот я там того-то достигся да вот и играть не умеешь а он сам на покупал себе премиум аккаунтов там на год подписку сидит и выпендривается еще что-то и пишет тебе там вот ты играть не умеешь у меня там все есть и у тебя ничего нету да и подавись ты своими персонажами господи мне-то чё ну если не у тебя и радуйся до пенсии мне спешить некуда время есть поэтому я играю в свою удовольствие надоест перестану играть вот и все ребят меня как бы никто не заставляет в нее играть пойми это чисто мое личное вот решение мне нравится все сейчас конечно поменьше стали видосики потому что ребят ну сейчас очень много новинок вышло на пк поэтому как бы я переключил сейчас туда вот это вот horizon до запретный запад играю 25 у нас выходит элдон ринг тоже там зависит 1 марта там еще что-то выходит в общем там начнется а уже в конце марта я выйду на работу соответственно еще меньше времени будет в общем вы понимаете да тем более это как бы не моя основная специальность это просто хобби мне нравится играть в игры все я играю я записываю я вам выкладываю я не делаю никаких гайдов потому что гайды делает ну те ребят которые действительно шарят в играх которые играют в одну игру они и досконально знают и соответственно не могут что-то тебе там высказать поделиться умение я могу тебе по этой игре да много чего высказать по черепашкам потому что ну тут уже хочешь не хочешь вот такой вот вагон и маленькая тележка опыта уже набралось но по большому счету все таки я считаю что надо пробовать и экспериментировать самому то есть на своих ошибках ты больше будешь понимать чем я буду тебе что-то объяснять вот как-то так и вообще вот я например не люблю не не нравится смотреть чье-то прохождение да если вот я бывает очень редко в каких-то играх где я стряну и я не знаю что делать просто не знаю он застрял там каком-то месте но я знаю что должен быть либо выход или какой-то ситуация из положения я могу поискать там прохождение определенного момента определенного момента они всей игры понимаешь вот и все чему это говорю я не знаю ребята к тому чтобы вас хоть как-то отвлечь от того что мы с тобой проходим в данный момент нашу лигу мы кстати с тобой где я уже за этим разговором даже а мы уже все у не три звезды ничего себе мы сейчас до мастера даем кстати да да мы с тобой добежим сейчас до мастера причем вообще в легкую единственное что мне не нравится у нас очень быстро улетают откаты это немножко подбешивает ну да ладно тут в этой игре тоже вспомни в свое время не хватало сюрикенов там еще что-то там сейчас у нас монеты пылятся сюрикены пылятся причем в таких количествах что даже жалко я уже говорил что плохо что здесь нет обменного пункта где можно было бы все это обменять даже пускай там один к ста даже предположим да сто монет на один доллар это уже был бы какой-то плюс они у меня копятся монеты вот эти вот сюрикены там все это копится пылиться и толку от этого нет вообще так ну что у нас с тобой остаются тут буквально ребята считанные поединки я думаю еще где-то штучек 45 боев и мы в любом случае с тобой уже заберемся в лигу мастеров две звезды одна звезда может быть даже в две звезды сейчас посмотрим как пойдут дела в принципе шанс такой есть исключать его не стоит вообще вообще никак потому что вот даже сейчас мы с тобой уже перейдем там на какую уровень я уже не знаю сейчас посмотрим а нет еще не пришли слушай-ка но тогда да лига сегонов три звезды две звезды вряд ли будет сегодня поколена оси будет то где-то уровень 80 90 может быть 60 он это просто потолок так давай возьмем наверно вот так и возьму я наверно донателло сейчас вот посмотрим это практически практически конечно я привираю конкретно тут восьмидесятники а тут 60 ну почти семидесятники да получается да тут одного усаги мне кажется будет достаточно с его супер вертушка чтобы всех уложить баньки но почти почти угадал все то есть вот так вот мы свое время вспомнили на леонардо прокачали потом усаги получили армагона радовались буквально на днях мы получили с тобой кренга которого мы обязательно будем прокачивать но после того как разберемся с макманом и не забывай что еще крысиный король но осколки платиновые мне кажется именно в платиновый ранг я буду переводить уже все таки не крысиного короля нашего кренга тут уже даже можно в принципе и не голосовать кренг однозначно ребята будет у меня переведен через сколько там три недели в следующий но в платиновый ранг все даже если он будет там не очень хороший именно по атаке просто ребята дело принципа вот хочется мне чтобы у меня вот идет кренги армагона вот идет все были в платиновом ранге это как эстетика тащусь и от этого короче так ну что 65 позиция не возьмем с тобой лигу силу к сожалению две звезды где-то рядышком будем но не возьмем обидно немножко конечно я ничего не говорю но ничего ты с этим не поделаешь и вот это кстати команда что-то мы погоди-ка давай-ка мы наверно возьмем здесь вот так вот потому что ну чуя просто разберут нас это на равных идти это смерти подобное ну что поехали опять ребята с этой с харайзином с этим начал ночами зависаю и опять сбил себе немножко режим чуть-чуть потому что сейчас вот 10 часов вечера и не знаю я еще поел так плотненько что-то мне так сонки марит ну ты представь я сейчас 10 лягу встану где-то в часа в три ночи 3 ночи встану и буду как приведение ходить мы ходить естественно не буду я захочу во что-нибудь еще поиграть а потом под утро опять усну а у меня делов целая куча ребята целая куча делов которые нужно сделать завтра еще кстати друзья мои всех с наступающими праздниками с 23 февраля чуть не забыл и вас поздравить потому что серия возможно выйдет завтра и она как раз будет кстати да так что мужчины будьте мужиками как говорится подотрите сопли и все будет окей так ну что давай в саге бомби ну что это все это последний удар от супер шреддера естественно блин мне еще я сейчас только вспомнил что мы с тобой не допрошли игру сейчас сидел и вспоминал этот как называется другое измерение то помнишь где они там выпали то черепашки мы же ее так и не прошли мы остановились на этом на тигрином когте и все потом я перестал на винду естественно записи стерлись это но сейчас должна быть месть шреддера скоро выйти когда он там выходит в июне по моему написано было я посмотрел кстати геймплей игры слушай ну шикарно рисовка пиксельная такая вообще то что я люблю так что я жду с превеликим удовольствием когда она выйдет так ребят ну что мы с турнирной ареной закончили у нас сколько общем то гена мы накопили 27000 так что давай макмана и прокачиваем здесь опа до 5 ступени ребята 60 процентов снять позитивные эффекты со всех врагов 60 ребята процентов то есть ты прикинь на них там все положительные бафы висят он просто удалил хоп штуку и почти в больше чем в половину раз он сможет снять так и вот здесь тоже мы с тобой до второй ступени так мы здесь нужно до шестой оу ну нам не хватает на уровня да да ребят прокачивать до 70 ну что же как раз мы с тобой здесь один левел то и добавим заберем награды так и у нас остается испытание сцены насилия я даже не знаю тут восемь эпизодов тут тоже восемь эпизодов тут пятнадцать ну пятнадцать жетонов ребят это вообще ни о чем да что такое пятнадцать жетонов это смех нам нужно ну хотя бы чтобы выпадало 50 ну по большому счету но 50 это будет выпадать уже наверно скорее всего на последнем самом эпизоде ну фиг с ним пускай тридцатка будет чтобы 30 было так еще сгодится ладно сейчас посмотрим здесь в первом этапе нам дают 15 на втором этапе возможно будет даваться уже сколько ну 20 то вряд ли конечно кстати вот эту картинку помнишь да мы когда начинали играть леонардо же кого в первом строчке встретил именно карайку вот они с карайка это как раз и бежали вдвоем спасать всю остальную команду это как бы самое самое начало и вот здесь мы как бы их встречаем удивительно видишь вот здесь 20 уже то есть 20 жетонов потом получается 25 30 это уже на четвертом этапе да 2 15 3 20 4 25 5 у нас получается 30 но да 50 жетонов у нас получается где-то на самом последнем эпизоде ну по большому счету здесь вот можно может ускорение поставить а ладно да пройдем так без ускорения если что мои ребята здесь конечно же будут их просто кромсать если что не могу понять почему в эту команду то не абы кого-то взять тут же у нас как она сказать дают выбор дает персонажей вот их выбираешь и идешь точно так нам надо еще будет кстати зайти в tower conquest и глянуть как то мой сунюкун раскачался нет ну там очень долго конечно повышать его до третьей звезды или мы до какой вода 2 звезды прокачиваем только еще вам до 3 очень долго но наверное я сегодня зайду все-таки поиграть блин ребят значит что бина что до для третьего канала хил климп рейсинг первой часть играл я же там купил новые трассы новые машины новые не брал новые трассы и начала немножко влагать игра потом она зависла я уже думал сейчас перезагружусь отпустила начала дальше играть а когда я захотел видосик уже подготавливать к ютубу обнаружил что записалась только пол видео и как раз там где я говорю по видосу сейчас играть типа залагала но ее отпустила запись оборвалась то есть прекратила записываться игра и просто я-то играл кого продолжил но запись уже уже не шла и очень много ну ролик был конечно длинный на самом деле видеоролик вот теперь придется переснимать только уже не получится ребят прямо вот покупать это все при вас уже будем просто тестить когда они уже куплены у меня обидно вот почему такое происходит не знаю надо как-то вернуть вот это вот зеленое окошечко которое можно поставить либо в правый нижний угол либо верхний угол либо в левый нижний или правый угол ну естественно ребята это shadow play записываем от видеокарты nvidia вот по крайней мере видно если она сияет да это зелененькая кнопочка то сразу тебе понятно что игра записываться но с другой стороны неприятно когда ты например видос выкладываешь и там вот это вот кнопочка зеленая торчит немножко эстетичность портит она но зато ты будешь знать что игра не записывается потому что нет этой кнопочки и все и ты можешь естественно нажать паузу опять же активировать и не что таких косяков не было я наверно все-таки верну друзья мои эту кнопку пускай она лучше сияет ну зато ты будешь знать потому что но уже сколько вчера у меня не получилась серия по дюрскому миру записывал записывал думаю ну сейчас будем на рендеринг ставить захожу а там только начало записалось тоже ребята игра лаганула или эмулятор лаганул короче почему-то отрубил от записи и и все и и обидно мне было а там такие классные бои были там даже по-моему что-то новенькое у нас появлялось ладно ну сегодня я уже отснял серию по юрскому миру она уже наверно будет вы выложена на канал потом уже черепашки выйдут вот но все равно обидно когда такое происходит просто время ты время теряешь свое теряешь пыхтишь объясняешь говоришь что помонька и думаешь она бац и не записалась ну как так то такие вот бывают ряд пироги ну что я так понимаю у нас еще три поединка впереди здесь у нас четыре волны в принципе третьи волны самые липовые тут у нас стрелозады ну и вот эти дроны все переходим на третью это предпоследние тут стрелозада 2 и у этих стрелозадов еще раз говорю ребят посмотрите на голову тебе не кажется что это голова железного железно черепашки на железно голову который у нас есть уж очень похоже на него так ну и что мы тут видимо рфаэля тут мы видим собой лапекс тут же видим кейси джонса ну и два халабуды 2 халабуды я имею ввиду вот эти вот дроны зэк зачем-то бросил бомбочку на одного кейси ладно так и получается еще 3 до 3 поединка нет причем 3 2 должно быть 2 да вот смотри здесь уже 40 жетонов здесь помощь 45 а с другой стороны какие 45 могут быть не 50 должно быть по идее или 45 нет я 45 не видел ни разу чтобы выпадала где-то 45 жетонов обязательно круглая цифра наверное все таки 40 будет мой 50 посмотрим сейчас короче здесь разберемся с этими не на только там говорит рэй зачем ты проходил ребят еще раз объясняю это проходится в данный момент для того чтобы получать фармить осколки потому что на этой неделе у нас ничего хорошего нет удающегося ничего нету вот та неделя которая была была великолепна крэнк бибоп рокстеди просто заглядеть есть еще хорошая неделька когда выпадает на этих животных мутантов то есть это где пит да где роквелл у нас разыгрывается вот там вот там тоже очень круто ребята потому что ну проходишь события потом естественно тебе фармитом у нас этих кожеголового нету не прокачано он пит тоже не прокачан роквелл не прокачан а вот кролики на это ребят только за жетоны к сожалению обидно что только за жетоны почему такая несправедливость то я не знаю тихо зэк ты держись там сейчас ушатает нам нашего языка ой-ой-ой порвете блин слушай ребята последнего на так то у нас тут самый самый-самый-самый попробуем сделать так шипы шипы давай-ка так сделаем да зэк тебе крупно повезло могли бы сейчас просто уронить здесь и все там одной плюшки было бы достаточно да чтобы он откатился так и вот смотрим да ребят я же говорю пить 50 будет 50 жетонов слушая нужно ли нам 50 может быть вот этого будет достаточно тоже где там вот 40 давайте попробуем чё у нас все равно есть вот 40 жетонов отлично ребята пошло как говорится дело тут вот я действительно рад буду чисто деньгам и жетонам так и вроде бы как все да получается у нас ну да получается все ну что друзья на этой ноте я пожалуй буду закругляться всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков удачи вам а и и и и и и и и и